Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале и с вами Ветарган 177. Сегодня у нас с вами на обзоре ГАЗ-34 для версии 23.10.15.8.11.15. Конверт Виктор БВГ. Также есть свои аддоны, что очень-очень-приочень хорошо. Ну, относительно внешнего вида. ГАЗ-34. Я думаю, до боли всем знакомая Шишига в трехосном варианте. Выполнена достаточно неплохо. Симпатично. Ничего сказать плохого не могу. Видно, что автомобиль предназначен для, так скажем, езды по пустыням. Дан просто-напросто соответствует расцветка кабины. Расцветка, так скажем, и даже дисков, кабины. Ну и, скорее всего, если есть свои аддоны, то и расцветка аддонов будет соответствующая. Может быть, это какой-то экспортный вариант, где жаркий климат. И этот автомобиль предназначен именно для экспорта. Давайте посмотрим на работу способность карданов. Ну, начало вроде как неплохое, а потом мы опять же возвращаемся к старому звуку одного из модов, который уже выпускался до официального появления в игре Сминтайрес ГАЗ-66. Был такой мод ГАЗ-66. Я не помню, честно говоря, кто там автор. И соответствующий звук двигателя был на том моде. Так, работоспособность, значит, карданов. Нет, к сожалению, карданы не вращаются. Ну, честно говоря, знаете, это настолько всё непринципиально, по той простой причине, что установив какой-либо аддон, мы его просто-напросто, мы просто-напросто эти карданы не увидим. Честно говоря, мне по барабану что-то можно будет вращаться под аддонами. Ну и давайте, собственно говоря, посмотрим на эти аддоны. Дуги. Сто ремонтных очков они нам дают. Вот такие дуги. Кенгурин такой своеобразный. Тоже камуфляжные, пустынные расцветки. Ну, как я и предполагал, в принципе. Газ-кабина протектор. То бишь защита кабины. Ни черта нам не даёт, только визуальность. Визуальная защита кабины. Смотрится достаточно неплохо. О, здесь, кстати, работает даже пароискатель. Офигенно. Так. Ладно, поехали дальше. Так, бортовая платформа. Бортовая платформа. Позволяет возить груз. Два очка. Груз брёвна, наверное, да? Да, короткие брёвна. Два очка. Классно. Аддоны тоже камуфляжные. Супер смотрится, конечно. Так, дальше поехали. Платформа лесовоза. Ну, предположительно, она дефолтная. Так, скидываем её. Топливная цистерна. Дефолт. Гаражные части. Дефолт. Сцепка. Ну, сцепка. Сказать, что она будет дефолт, не дефолт, это просто глупо. Вообще, честно говоря, настолько же непринципиально, насколько и вращение карданов. Ремонтные части. Дефолтные. Кунг. 500 ремонта. Два очка гаража. Это непосредственно его аддон. Только он немножко потемнее. А так, в принципе, сделан достаточно неплохо. Смотрите, окошки даже насквозь просвечиваются. Можно умудриться увидеть содержимое Кунга. Ну, как-то не особо там что-то видно. Не знаю. Ну, стол я вижу там однозначно. Двери. Что там ещё-то есть? Господи. Да фиг вы узнаете, что там ещё есть? Так, ощущение кого-то там ещё какая-то комната. Вот за дверью. Блин, офигенно, конечно. Суперский аддон. Так, тент. Тент. Позволяет нам что-то, то есть не позволяет, а даёт. 200 ремонтных очков и 2 очка гаража. Вот такой тент. Не знаю, может быть, немножко громоздко он смотрится. Можно было бы что-нибудь при этом ещё и в кузов накидать, в принципе. Для большего эффекта визуального. Далее. Прицеп-роспуск. Дефолтный. Прицеп такая цистерна. Дефолтная. Удлинённый. Роспуск даже можно поставить сюда, ребят. Тоже офигенно. Бортовая. Бортовой прицеп. Короткие брёвна. Дефолт. Так, прицеп-фургон. Дефолт. Тележка-фургон. Дефолт. Бортовой. Так, для этого нужна сцепка. Бог с ним не нужен. Мы его тоже все уже видели. Так, сервисная тележка у нас дефолт. Запаски. Запаски. Блин, а что эти запаски нам ничего не дают? Да, к сожалению, запаски нам ничего не дают. Могли бы давать ремонтные очки. Даже в дефолтном исполнении они дают ремонт. По-моему, 100 очков ремонта. Ну вот, ладно, поставим их. Да, они чё такие запасочки. Жалко, что они без дисков, потому что, я думаю, заманаешься ты колёса разбортировать, прежде чем поставить эту покрышку. Так, запаски. Это было, в принципе, из всех аддонов. То есть, аддоны мы все прошли с вами. Давайте поставим, наверное... Так, чё поставить-то? Господи, что-то более такое... Давайте кунг поставлю. И перейдём к колёсам. Сейчас у нас с вами установлена стандартная резина. Я думаю, вы уже её все разглядели. Так, ставим вот такие колёса. Это, по-моему, кразовские колёса. Что-то мне кажется, они немного больше, что ли. Или кажется. Не знаю. Может быть, и кажется. Вот такие есть. О, нифига себе, вот это мутагены. Арочные колёса. И какие-то ЭДП. ЭДП. Видать, очень низкого давления. Чё-то прям... Передок... Передние колёса настолько прям уж ядрёно они проминаются. Прям вообще пипец. Растекаются просто на поверхности. Ну, смотрится, в принципе, знаете, вот за счёт текстур колёс, смотрится очень красиво. Даже здесь есть какие-то песчаные бляшки на этих колёсах. То бишь, соответствуют цвету автомобиля, смотрится неплохо. Ну, чё-то как-то... Ну, возможно, что нужно подспускать давление в шинах, чтобы передвигаться по пустыне. Ну, в данном случае мы ездим по грязи, что, в принципе, тоже актуально. Ну, в таком исполнении, наверное, мы с вами и поедем. Не знаю, мне, честно говоря, звук дефолтной шишиги больше нравится. Не знаю, кому как. Но у меня вот это вот... Ну, вот этот звук мне напоминает чем-то вращение гусениц. Вау. Вот это да. Чё это такое-то, я не пойму. Чё-то мы долго на задние колёса не могли вернуться. Так, вот... Ой, а урон-то у нас, ребят, 5000 урона у нас. По-моему, здесь что-то немножко перегнули. Вот 500 было бы нормально, хватило бы, но 5000 это, по-моему, перебор. О, блин, вот чё-то у него с подвеской немножко намудрено. Что-то он какой-то чересчур прям прыгучий прям. Слишком уж мало... мягко едет он как-то. Прям как на батуте прыгает. Ну, я потом выкачусь на нём на кольцевую, там на трамплинчиках проверим. Смотрите, чё он выпаряет. Ой, чуть не заваливается. Прямо какой-то шалтай-болтай, я не знаю, неваляшка. Немножко, мне кажется, недоточено здесь что-то с подвеской. Уж чересчур какая-то она резиновая. Ну, я не знаю, есть ли смысл туда ехать. Ладно, поехали. Давайте здесь проедем. Ну, что-то я особо не наблюдаю за ним прыгти на повышенной. По крайней мере, пока... А, нет, смотрите, попёр. Во-во, попёр аж это... Пыль столбом. Да, прыгает он, конечно, как... Пусканчик какой-то. Ой, ё-моё, пипец. В детстве, помните, были мячики? Да чё в детстве-то, господи. Я и до сих пор их вижу в продаже. Такие попрыгунчики, которые много-много раз прыгают. Кстати, на каком-то из видео, по-моему, я уже упоминал о них. Ну, вот это что-то идентичное. Не хочу я в воду ехать. Блин, ну, пипец вообще. Он не едет, а медленно перетекает, так знаете. И... Какой-то он неуправляемый прям. Давайте попробуем прокатиться по полигоне... Ой, по кольцевой дороге. Ну, проходимость у него нормальная. То есть, без нареканий, что называется. Бак 360 литров, достаточно реалистично. Учитывая, что их два. Ну, вот с этой попрыгучестью как-то всё это нереалистично. Надо доточить, конечно, подвеску. Прыгунок прям такой. Ну, давайте это, как бы, лёгкий трамплин. Ух ты. Вот это потяжелее. Ай, я в шоке, как мячик, а? Вау, вот это, смотрите. Аааа, жопа даже не погрузилась вообще. О, только что упала. На морде ехал. Хех, прикольно. Вот только что-то прикольное. Но относительно реалистичности это, конечно, не прикольно. Если опираться на реализм. Блин, ну вообще неуправляемый. Просто неуправляемый. Вот за счёт своей вот этой прыгучести. А если его за счёт поворотов... Не. Думал, раскачать вас за счёт поворотов... Наверное, не получится. Потому что его... Его несёт просто по дороге, а не качает. Ой, мы сейчас уплывём с вами куда-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, чуть не перевернулся. Работают какие-то там дневные ходовые огни на... На... Защите кабины. Вот они, они. Ну, блин, модель, конечно, визуально классно смотрится. Вот, кстати, мы фары лишились из-за того, что мы в дерево впиндюрились. У нас, к сожалению, теперь отсутствует. Вау. Вот это да. У нас отсутствует левая фара. Так, а что у нас вообще с нанесением урона водой? Блин, вот это вообще... Не, доделывайте, дорогие авторы, данную модель. Потому что чересчур прыгучая какая-то, она прям нереально. Ну-ка. Ну-ка. О, появилась. А урон наносится, когда крыша уже скрылась. Прикиньте. Офигеть. Прям подводная лодка какая-то. Тогда, коль это подводная лодка, лодка могли бы добавить какой-нибудь, я не знаю, элементарный там шноркель. Чтобы видно было реально там то, что шноркель выше кабины, как положено. И тогда только будет наноситься урон автомобилю. А водитель будет сидеть с акваландом. Да, повредились мы нехило. Ну, друзья мои, на этом я закончу свое видео. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка будет под видео. Всем пока.